Сегодня более 40% тепловой электроэнергии, получаемой на Солигорской МиниТЭЦ, вырабатывается электрокотлами. И это показатель зимы, когда нагрузка на энергосистему значительно возрастает. Летом доля такой энергии увеличится до 80%. Как отметили специалисты, перевод малой теплоэлектроцентрали на частичное использование электроэнергии позволил снизить объем потребления природного газа и уменьшить зависимость от этого вида топлива. На реализацию проекта ушло 10 месяцев. Под размещение двух шведских электрокотлов мощностью 10 мегаватт каждый и вспомогательного оборудования построили новое здание. Потребовалась также азотная установка и бак-аккумулятор. 24-метровая конструкция объемом 1500 кубических метров в час действует по принципу термоса и служит для накопления теплоносителя, в данном случае сетевой воды с температурой 98 градусов. Предварительно провели и реконструкцию подстанции Дубеи, которая осуществляет электроснабжение электрокотлов. Сейчас новые котлы работают в ночное время с 23 до 6 утра и разгружают основное оборудование. Понимаем прекрасно, что в ночные часы город спит, люди спят, электроэнергия потребляется минимально. Соответственно, вот эти излишки электроэнергии для того, чтобы не разгружать теплоисточники ниже теплоэнергии, в работу будут включаться электрокотлы. Зимой будут работать непосредственно на тепловую сеть, летом избытки тепла будут аккумулироваться в баке-аккумуляторе. И в дневное время это тепло, саккумулированное в баке-аккумулятора, будет направляться в тепловую сеть города. Оборудование работает в автономном режиме. Круглосуточный контроль и регулировка ведутся с главного счета управления. Дополнительных затрат здесь не потребовалось, как и особой подготовки кадров. Шведские шеф-инженеры разработали инструкции и провели обучение на рабочем месте. Сами же котлы имеют все меры технологической защиты и достаточно безопасны в эксплуатации. Частичный переход на использование электроэнергии – новая страница для теплоэлектроцентрали. До недавнего времени видов топлива здесь было два. Газ основной, мазут резервный. Сейчас в качестве альтернативы еще и электричество. Полностью переходить на использование электроэнергии пока не планируют, а вот наращивать объемы мини-ТЭЦ готово. Теплоэлектроцентраль с 2004 года обеспечивает теплом и горячей водой часть Солигорска от проспекта Мира в сторону новостроек. Мощности в 248 гикокалорий в час хватит, чтобы в том числе покрыть потребности строящихся и будущих микрорайонов. Солигорска Мини-ТЭЦ обладает достаточно большим потенциалом, большой установленной мощностью. Мы понимаем, что на данный момент есть запас, поэтому вся перспектива, которая идет в сторону Солигорска, мы вполне можем обеспечить уже имеющимся установленным оборудованием. Сейчас на площадке Мини-ТЭЦ завершают еще одну непростую работу – снос старой дымовой трубы. 120-метровую конструкцию возвели в 90-е. При монтаже были допущены нарушения, поэтому труба так и не эксплуатировалась. Рядом просто построили новую, а дефектную законсервировали. Тем не менее, средства на ее содержание уходили. В прошлом году было принято решение по сносу. Процесс в условиях промышленной застройки оказался недешевым. К работам привлекли специализированную компанию. Поэтапный демонтаж трубы ведут с помощью лесов, гидравлических подъемников и другого специального оборудования. Работа уже близится к завершению.